Еще раз добрый день. Спасибо, что вы откликнулись на приглашение принять участие в этом мероприятии. Кажется, впервые в нашей истории создается такой доклад. Один или два раза появлялось нечто подобное. Безусловно, ничего хорошего с созданием этого доклада не происходит, кроме того, что мы обращаем внимание общественности, средств массовой информации, органов власти и вообще всех людей, заинтересованных в обладе нашей страны, в том, что существует, к сожалению, такое явление, которое имеет место не только за пределами России, на что указывали еще в 18-19 веке. Фобия — это страх. Страх перед Россией и русскими. И то, что это было свойственно определенным элементам в Европе или где-то еще, это было понятно, это была, так сказать, реакция на вот эту огромность, о которой говорил когда-то Александр III. «Нас боятся», — говорил он, — «и нас ненавидят». Но мы столкаемся с другим парадоксальным явлением, когда русофобия вдруг возникает внутри страны. То есть страх, неприязнь к России и русским как элемент нашей действительности, что само по себе уже, так сказать, выходит за пределы аномалии, становится, как мы видим, уже значимым таким явлением. И более того, это не маргинальное, свойство не маргинальных каких-то кругов, а это проникло в систему власти. Это теперь элемент законодательства. Это политика администрации, которая направляет деятельность и политологов, и средств массовой информации, судов, прокуратуры и так далее. Я обращаю внимание как раз на это обстоятельство, потому что на протяжении последних 15-20 лет, мы это констатируем, это стало действительно квинтэссенцией внутренней политики, и это пронизывает на сегодняшний день практически все законодательство. Доклад об этом говорит, тут специальный раздел посвящен, прежде всего, законодательству. Обращаю внимание на злонамеренное использование такой категории, как экстремизм, которое превращается просто в средство психологического и юридического давления, прежде всего, на русское население. Между тем, как это слово вообще не значит ничего, оно за пределами права, правовой науки, правовой техники. Карать за экстремизм, то есть за крайность, можно с таким же основанием, как, предположим, за чревоугодие. Значит, потому что это слово ничего не значит, оно даже в действующем законодательстве не находится в его определении. В законодательстве есть только перечисление, что законодатель считает экстремизмом, но там, где нет юридического определения, нет и преступления. И поэтому, вот о том говорили мои предыдущие коллеги, тогда можно использовать эту категорию просто как дубинку, как позитивную санкцию беззакония, как средство борьбы с политическими противниками. То есть русские становятся политическим противником действующей власти. Вот что, к сожалению, можно констатировать. Есть еще второй элемент, который непосредственно связан с организацией, которую я представляю, с Конгрессом русских общений. Мы с вами прекрасно знаем, что в нашей стране имеет место объединение многих этнических объединений. Каждая народность, которая более-менее компактно проживает в нашей территории, она как-то объединяется. Ну, как наше землячество, например, объединяется. Там выходцы из какой-то губернии, из какого-то города и так далее. Их что-то сближает. Это естественно. Но, противоестественно, когда возникло уже довольно давно, еще в 92-м году, такое движение русских, тем более после вот этих трагических событий 91-92-го года, когда многие политически оказались за пределами государства, которое именуется российским, и тем не менее живут десятки миллионов людей, которые отождествляют себя и с русским народом, с русской культурой, с русским языком и так далее, возникло естественное желание создать такую организацию еще и для русских, для русских как народа. И что же мы, так сказать, получили от действующей власти российского государства? Подчеркиваю, что в нашей Конституции написано, что Российская Федерация равно России. Там так написано. Мы получаем глумливый отказ из службы регистрации за подписью некого Милашева, есть такое должностное лицо, где отказывается даже рассматривать учредительные документы Конгресса русских общин, на том только основании, что якобы само создание этой организации может привести к возбуждению межнациональной розни. Тем не менее, эта государственная власть спокойно регистрирует азербайджанские, армянские, еврейские, украинские организации, строит для них специальные здания, культурные центры. Все это как бы нормальное явление, но по отношению к русским в нашем государстве есть какая-то особая дискриминационная политика, что ничего русского в нашей стране быть не может. И обращаю внимание, что из средств массовой информации вообще в риторическом, лингвистическом смысле вообще изъято слово русский. У нас теперь нет ни русской культуры, ни русского поэта Пушкина, так сказать, ничего русского нет. У нас это слово, и, к сожалению, присутствующие, так сказать, журналисты, наверное, на это могут обратить профессиональное внимание, это изъято. В речи официальных должностных лиц не употребляется это слово на протяжении уже десятилетий. Переиздаются масса справочников, энциклопедий и прочих очень важных материалов, учебников для школ и вузов, из которых это слово исключается. И это не, так сказать, случайность. Если это осуществляется в массовом порядке, то, так сказать, это не может быть ошибкой, это является сознательной политикой. Я процитирую, как совпало, что вот на два последних момента на этом я, наверное, закончу. Вот радио Свобода. Есть такая довольно популярная радиостанция, небезынтересная, должен прямо сказать, на фоне того глума, глума, который у нас есть в эфире, там возникают довольно интересные, так сказать, обсуждения, это разговорные, так сказать, средства информации. Так вот, что мы услышали из уст одного официального, так сказать, штатного сотрудника этой радиостанции. Подождите, я цитирую, подождите еще 10, 20, 30 лет, когда мы окончательно поймем, что русские, украинцы, белорусы, это разные народы, разные государства и разные цивилизации. И все встанет на свои места. Это эфир от 24 марта 2008 года. Вот признак, так сказать, официальной русофобии, потому что с точки зрения науки, истории, политической практики, с нашей точки зрения, русские, украинцы и белорусы это один народ. Но русский народ, в отличие от многих европейских народов, распространил свой ареал проживания на 11-часовых поясов. И, естественно, там возникают свои традиции, свои говоры. Там много разных отличий, но это не делает это население разным народом. Но расчленить сознание людей, противопоставить, причислить к разным цивилизациям, к разным культурам, к разным государствам, это вот тоже является элементом той русофобии, на которую, мне кажется, стоит обратить внимание. Потому что вот эта фраза «И тогда все встанет на свои места». А дальше мы скажем, что казаки — это казаки, не являются русским народом, поморцы не являются, или поморы не являются русским народом. Расчленение сознания, навязывание массовому сознанию вот этих вот антинаучных, и, по сути дела, даже уже не русофобских, а антирусских, так сказать, идей — это квинтэссенция и составная часть той политики, которая мне представляется крайне опасной. Крайне опасной. Я надеюсь, что этот доклад привлечет внимание и средств информации, и общественных организаций, и, может быть, в какой-то мере взбудит этот интерес, такой широкий интерес к явлению, которое, безусловно, должно быть изжито. Изжито, прежде всего, именно в сознании интеллиенции, людей, которые влияют на формирование убеждений, на формирование идеологии. Спасибо.